Продолжение следует... Сегодня 22 марта, 14.00 в Перми и в прямом эфире спецвыпуск Винвинзума. Сегодня мы поговорим о том, как транслировать в прямом эфире в Телеграм ваши видеомастер-классы. И вот сейчас вы видите захват экрана моего. Это второй, более сложный способ. Так выглядит бесплатная программа OBS Studio, которой чуть позже. Но сейчас я вам покажу. Вот так обычно во время прямого эфира или во время записи интервью выглядит платформа изнутри. Сейчас я вам покажу рабочий стол моего компьютера. Ну, вы знаете, да, вот сообщество ВКонтакте, Винвиньюз, анонс нашего сегодняшнего прямого эфира. Вот вы знаете, да, что многие привыкли общаться со своими клиентами, поклонниками, заказчиками, зрителями, героями в Инстаграме проводить прямые эфиры. Но сейчас Инстаграм будет заблокирована территория России через специальные техники VPN, например, можно заходить в Инстаграм. Но для тех, кто недавних пор не бывал или бывал, но не проводил прямые эфиры в Телеграм, я покажу короткую конструкцию. Это на самом деле очень-очень легко, не сложнее, чем Инстаграм или ВКонтакте проводить прямые эфиры. Но сейчас это стало важно и интересно. Вот Телеграм вы можете скачать для Android прямо с сайта telegram.org, а также обязательно вторую версию для вашего Телеграм для PC для обычного компьютера. Вот вы ее скачиваете, и изнутри она выглядит вот у меня. Там можно создавать разные папки, много разных новостей собирать. Вот. Я тоже создал уже несколько месяцев тому назад канал в Телеграм для Виньюз, но там подписчиков нет, ведь и два подписчика, все так, как для себя, для тестов. Вот. И когда вы создадите свой канал, вот так он будет у вас выглядеть примерно. Вот здесь сверху вы нажимаете, видите, три, начать трансляцию, запланировать трансляцию, трансляция с помощью. Мы обсудим первый и третий способ начать трансляцию. Вот. Я выбираю, можно выбрать, это много разных каналов. Вот так. После этого вы нажимаете слева внизу на видео, и таким образом включается ваша видеокамера, та из которых подключена. Может быть, несколько способов. Может, встроенная видеокамера у вас, ноутбуки, или вот как у меня, внешняя камера Logitech 920, которая сейчас стоит там тысяч 9 рублей, но можно и подешевле, там минимум три тысячи. То, что дешевле, это будет плохого качества. Но у многих ноутбуков, в принципе, неплохие веб-камеры, встроенные в ноутбуки, но у них со мной гораздо слабее. Да. Вот. Теперь вы, когда подключили видео, вы нажимаете включить микрофон, и уже как бы транслируете, да. Вот. Подробные мастер-классы по voice-чатам мы уже раньше записывали. Вот. То есть можно заранее пригласить подписчиков из вашей телефонной книжки, у которых уже установлен Telegram. Можно заранее сделать анонс вашего эфира. Сегодня я только говорю о видеомастер-классах. Вот. Значит. Вы сейчас подключили веб-камеру, но для мастер-класса очень важно показывать рабочий стол, да. Для этого вверху слева у вас есть название трансляции, начать запись, транслировать экран, настройки. Вот в настройках, например, видите, что у меня подключен микрофон Maona Elf. Это микрофон, всего стоил 1000 рублей, сейчас, наверное, 2 будет стоить, да. Микрофон петличка, видите, отлично слышно и недорого. Но можно и дорогой микрофон покупать, конечно, да, внешне. То есть это не встроенный микрофон, это отдельный микрофон. Вот здесь вы видите ссылка на приглашение. Вот. Мы сейчас, потом можно начать запись, сейчас тоже покажу. Сейчас мы выбираем транслировать экран. Видите, в данном моменте у меня открыт экран внутри Телеграма, потом, значит, браузер открыт, там, где Телеграм Мессенджер и показывал, и OBS Studio. Ну, например, мы покажем, мы покажем Телеграм Мессенджер, то есть браузер Chrome. Вот. Здесь вот OBS Studio можно скачать. Или если мы вернемся на минутку в сообщество WinWin News, для чего? Сейчас покажу, для чего. Вот сейчас идет показ рабочего стола, и, соответственно, вы там можете также, кроме показывать разные диаграммы, фото, видео, слайд-шоу, но вы можете одновременно и показывать какое-то видео. Видите, параллельная трансляция у меня начинает притормаживать, да, несколько параллельных трансляций. Вот. И вот, например, прошедший на днях эфир, включим любой момент. И теперь в настройках показа рабочего стола надо не забыть включить трансляцию звука. У меня все тут перепуталось. вот. Там есть в настройках вот, когда вы выбираете показ рабочего стола программы, вы еще нажимаете кнопочку транслировать звук. Тогда во время показа рабочего стола, вот как у меня сейчас, да, фрагмент видео. Просто мы, кто не знает, точно, чем мы занимаемся, чтобы это не было. Мы еще услышим видео. Мы еще услышим аудио. Ну вот. Видите, множество трансляций, компьютер уже начинает притормаживать, если он не слишком мощный. У меня такой обычный ноутбук. Поэтому вот так. Как только вы все настроили, вы также можете в настройках вот этого, там, где рабочий стол, нажать начать запись. И запись можно записать в двух видах. Запись вашего мастер-класса, запись трансляции, да, Во-первых, автоматически будет аудиофайл, который внутри телеграмма будет, а также отдельно видеофайл. Вот мы, можно выбрать формат записи мастер-класса горизонтальный, вертикальный. Я горизонтальный выбрал. Название. Можно название не писать, начать. Там будет просто указано время, во сколько началась запись этого, запись этой трансляции. После этого, как только у нас завершился мастер-класс, мы, соответственно, нажимаем завершить трансляцию, выйти. Вот. И теперь у нас появляется надпись трансляция закончена. И через, если, например, у вас прямой эфир шел там долго, там час, там еще, ваша запись появится не сразу, может быть, даже через несколько минут. Она появится в папке избранная, вот как у меня. Вот видите, здесь отдельно появился видеоролик запись нашего видеофрагмента. Там будет просто указано время, сколько началась запись этого. Сам себя слышу. Запись этой. Вот. А также в аудиоформате запись нашего мастер-класса. Ну и после этого вот, вправо внизу вы набираете переслать и публикуете на рабочем, ой, на вашем канале. Например, ты здесь у меня, вот я и публиковал. Так, возвращаюсь. Теперь еще раз отдельно от руки переслать запись аудио-варианта тоже на канал WinWin News. Вот. Запись этого фрагмента. Это все, что касается легкого способа показа рабочего стола. Да, кстати, очень важный момент. Мы его обсуждали подробно во время мастер-класса по Voice-чатам. То есть люди, которых вы прежде пригласили на мастер-класс, они вас слушают или смотрят в данном случае тоже еще, да. И, соответственно, нажав кнопку, подняв руку, вы их тоже выводите в эфир с аудио или с видео. Они могут задавать вопросы вам, да. Это отдельно. И еще коротко расскажу более сложный вариант, потому что для этого вам нужно учиться работать с UBS-студия, про которую я тоже уже делал мастер-класс. Еще раз, смотрите, нажимаем начать трансляцию, но нажимаем не начать трансляцию, нажимаем трансляция с помощью. Вот. Для того, чтобы транслировать нашу картинку через стороннюю программу, вы копируете вот название, адрес RTMP, то есть куда мы это транслируем, а также ключ трансляции. Вот ссылка на сервер, да. Внутри UBS-студия, в настройках, вещание, вот там, где написано сервер, туда мы копируем первую ссылку, там, где написано ключ потока, внутри настройках UBS-студия, копируем вторую ссылку. Сейчас, в данном случае, я не буду делать, потому что у меня идет другая трансляция. Вот. Подробно про UBS-студию нужно специально смотреть мини-мастер-классы, но я вас уверяю, что потренировавшись 2-3 часа, вы спокойно можете научиться пользоваться UBS-студию. А для чего? Ну, если при первом варианте, как я вам показал, вы можете транслировать сигнал с вашей веб-камеры или показывать рабочий стол со звуком, например, видеофрагменты, слайд-шоу, фото и так далее, то с помощью UBS-студию вы видите, что сейчас я транслирую сигнал с помощью UBS-студия. Сейчас, например, я отключу показ рабочего стола. Называется захват экрана, да. И вы увидите, что у вас видео сейчас пропало, но там зато вот эти все элементы. Можно делать титры любые, да, логотипы ваших компаний, вот, подложку, то есть фон любой, да, можно транслировать, например, перед началом аудио-видеозаставки или видеофрагменты ваших спонсоров. То есть, это такая, как бы, целая телевизионная студия прямого эфира, которую можно освоить буквально за несколько часов. Не надо этого бояться, вот, если вам хочется. И вот, когда вы в настройках через этот способ, еще раз, трансляция, трансляция с помощью ссылку на сервер, или ключ трансляции, ставите в OBS-студию, и потом в OBS-студию включаете трансляцию, у вас пойдет трансляция на Телеграм. Но, я заметил одну очень важную особенность, пока, не знаю, я там сам не разобрался, может быть, да, там транслируется с очень высоким разрешением картинка, а звук, наоборот, с довольно низким, даже не стерео сигнал. И, соответственно, ну, например, на старом андроиде, как у меня, Android 5.1 даже, да, не говоря уже, Android 4, у вас там картинка вообще будет тормозить или даже не пойдет, если мы транслируем через OBS-студию. Когда мы показываем рабочий стол или веб-камеру, то там, в принципе, можно смотреть. Поэтому не забывайте, что при трансляции через OBS-студию у вас будет довольно очень четкая картинка, но не все ее смогут посмотреть. Поэтому, может быть, стоит пока остановиться только на показе рабочего стола. Вот. И еще раз верну я захват рабочего стола. вот про, если вам интересно, как пользоваться OBS-студию, вы можете у меня найти в архиве, в архиве сообщества Win-Win News, правила жизни и бизнеса. Просто наберите латинский OBS вот в поиске новостей. Вот здесь запись сообщества, поиск, OBS, латинские буквы. Там найдете эфиры, связанные с этим. Вот. И завершая свой мини-мастер-класс, я хочу сказать, что, на мой взгляд, Telegram, возможности трансляции ваших видео-мастер-классов в Telegram ничем не уступают. ни Инстаграму, ни ВКонтакте, а в одном очень важном аспекте на голову выше. А именно, что вас могут при желании слушать десятки и сотни слушателей, и все эти десятки и сотни, если не тысячи, могут выходить в ваш... Как вы можете, когда они поднимут группу, нажмут кнопку, вы можете их добавлять в свой эфир. Ну, в принципе, в Инстаграме такое тоже есть. ВКонтакте как-то я это не тестировал. Но это как бы очень удобная возможность проводить мастер-класс. Чтобы мастер-класс был интересным, то есть пригласите хотя бы, даже если у вас там не будет зрителей, пригласите вашего одного ученика, одного клиента. Ну, вот его и кейс разберите, как я и делаю в цикле Win-Win-Zoom. Вам не надо много участников, вам нужен один, который рассказывает свою историю, свой кейс.